Бендерский суд со второго раза приговорил поджигателя к реальному сроку о заключении. Вместо условного мужчину судили за поджог из мести к бывшей сожительнице. Погибли животные, но, как оказалось, суд не учел, что раньше обвиняемый уже угрожал убийством этой же женщине, облив ее горючей смесью. Юрий Чернявский продолжит. Эта история в прямом смысле разгорелась в Кицканах еще осенью 2022 года. Тогда октябрьским вечером Юрий Мельников решил отомстить своей бывшей сожительнице. Мужчина тайком пробрался во двор экс-возлюбленной и поджег помещение, где хозяйка держала домашних животных и кое-какие личные вещи. Мельникова быстро вычислили и задержали. Отпираться от предъявленных ему обвинений он не стал. Сумма ущерба составила чуть больше 7 тысяч рублей. В итоге Бендерский городской суд приговорил мстительного поджигателя к двум годам и шестим месяцам лишения свободы условно. С испытательным сроком 2 года. Прокурор категорически не согласился с решением суда и сразу обратился с кассационным представлением в Верховный суд. Гособвинитель посчитал, что суд первой инстанции не учел характеристику личности подсудимого. А именно, что Мельников годом ранее угрожал убийством бывшей сожительницы. Даже облил женщину горючей смесью и поджег при ней спичку. Тогда Мельнику просто повезло. Он оделся всего лишь штрафом, который до сих пор не оплатил. Этих подробностей в поведении Мельникова было достаточно, чтобы судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила приговор в связи с мягкостью наказания. И вот, со второй попытки Бендерский городской суд все же отправил Мельникова за решетку. Поджигатель получил все те же два года и шесть месяцев, только уже не условно, а в колонии-поселении. Юрий Чанявский, Игорь Мацота, ТСВ.